после отъезда отметились и делаем американо вот так вот здесь приносит в таком бочоночке приносится вода для кофе здесь у нас эспрессо это по двойной на был и с такой бочоночкой наливаешься вот все делаешь американо привет ребята я немножечко подстрелилась видите обрезала концы я не знаю сантиметров 5 сегодня приблизительно мне кажется мне так неплохо и выгляжу посвежей в общем сейчас идем на задача отправить посылку меня в интернете нашла девушка в общем она тоже с израиля у меня уже была один раз отсылка посылки в израиль я отсылала ее своей одногруппнице подружки вот сейчас второй раз отправлять будем посылку в израиль но эта девушка уже мне незнакомая она меня нашла в общем по видео массе мадуте в интернете и связалась она по ватсапу вот так что она сделала заказ я получила посылочку мы ее переупаковали и сейчас нужно будет его по почте отправить для нее в израиль также сейчас мы вместе с сашей идем банк здесь сейчас просто так в италии не попадешь вообще никуда здесь надо означать делать у на пунктамента в общем это переводится с итальянского как встречу заранее бронировать да ну в общем у нас такая ситуация произошла на сардинии что мы там арендовали машину тоже по нашей глупости получилось и компания тоже такая в общем не очень ответственно нас должна была быть одна машина а нам дали в общем-то документы на другую машину и нам дали машину с баком пустым вы такие ноги так должно было быть заправили ее поэтому мы когда ее привезли по идее мы тоже должны раздали с пустым баком то есть давать тоже с пустым баком но там кстати он даже был не пустой там очень было бензина я не знаю километров еще наверное на 100 приблизительно он был не пустой бак поэтому когда вы его бронируете машину берете в аренду вас здесь может быть в италии две карты одна карта дебетовая другая кредитовая так вот вы даете данные ваши кредитки и они замораживают определенную сумму то есть таким образом они себя страхуют что вы вернете эту машину назад поэтому когда мы эту машину сдали на сардинии все окей они нам сразу сумму разморозили все окей все хорошо отлично мы улетели домой затем уже здесь дома милане где-то неделю и у саши снимается с кредитки 100 евро он пишет в этот берент и узнает что они пишут что вы издали машину с пустым баком а вы должны были сдавать машину с полным баком мы стали с ними переписываться рим так мы же получали с пустым баком они стали говорить что нет мы вам давали в общем машину с полным баком ну в общем короче это вина как этой компании так и наша в следующий раз мы будем все четко проверять будем более умными четкими и уже на опыте пока все это не будет от руки написано полный бак не полный марка и так далее то в общем на этой машине ты никуда не уезжаешь не трогаешься даже с места пока у тебя все не будет правильно по документам вот и сейчас мы идем банк разбираться каким образом этот сервис берент смогут ли они дальше каким-то образом продолжать снимать деньги с кредитки вообще может быть они еще что-то обнаружат когда они захотят то есть это однозначно неправильно и на данный момент мы как бы сашину кредитку заблокировали заморозили то есть никто снять деньги снять не может почта закрыта идем сейчас на другую центральную почту в общем она не полностью закрыта просто она работает 4 часа в день всего и люди которые там работают они тоже работают 4 часа в день не знаю сколько же мы зарабатывать люди месяц 4 часа в день это реально мало но потому что ты ничего не заработаешь ну сколько тебе 600 евро в месяц заплатят максимум 600 евро в месяц тебя заплатят и все но я думаю там два варианта многие все равно ищут такую работу но не хотят такую работу на полставки но не все конечно и возможно те кто многие там работают они бы хотели полный день конечно работать но нет возможности и нет других рабочих мест тоже как вариант для нас для клиентов это конечно не очень удобно это конечно ребята просто красота посмотрите какая церковь мы сейчас идем это фасада только сохранился от нее но да а до фасад просто цветной а это церковь да она сохранилась здесь конечно супер много классных кафешек в общем парикмахерских паркинг ленту жда какой подземный ну классно на этих ступеньках я брала интервью мое видео если вы очень видели посмотрите что итальянцы думает о наших девушках по русских папу краинца и кстати здесь сидели ребята и я к ним подходила сиделась вместе с ними и брала в общем интервью добавлю подсказку к этому ролику посмотрите он получился прикольный минут на 5 в общем был опрос итальянцев что они знают вообще о нас а это старбакс кафе ребята в общем конечно сейчас толп туристов нет как правило когда были туристы то вся очередь стояла туда в общем полностью за угол шла сейчас вообще нет никого можно спокойно заходить хотела с вами ребят немножко поговорить за старбакс напишите как вообще какая ситуация вашем городе с ценами в этом кафе но в италии в милане в этом старбаксе центральном цены абсолютно не адаптированы под италию потому изначально старбакс они выезжали здесь милане конкретно только за счет туристов да туда ходили мы пару раз туда ходили были в очереди конечно итальянцы стояли но это все было в общем то не на ежедневной основе просто выпить кофе перед работой а просто люди туда ходили как на экскурсию такой сейчас как вы видели туристов нет очереди нет я думаю конечно сейчас старбакс милане терпит убытки итальянцы допустим в это кафе они абсолютно не ходят потому что кофе в обычной итальянской кафешке капучино стоит евро 20 евро 50 а в старбаксе 5 евро так вот да итальянцы туда не ходят потому что цены не адаптированы понимаете продавать кофе в нью-йорке в старбаксе по 5 евро чашку где зарплаты можно получать я не знаю чистыми 100 тысяч в год но италия это совершенно другие зарплаты совершенно вообще другие другое все и просто для меня это поразительно как вы можете продавать чашку капучино здесь за 4 за 5 евро для меня кажется это немного странным но напишите какая ситуация в вашем городе вообще слышала что старбакс он никогда не адаптирует цены не под какую страну не под какой город очень подошли мы ребят кафешки здесь в общем в с по кафе в с по мы будем ее называть так и здесь стоит это электрическая вэс по саша он сейчас немножко расскажет я ничего не сколько ход у нее 75 километров городской вариант до 100 километров какая-то полоска классная в общем предлагаю зайти смотреть что-то красная конечно в эспа с римом да ассоциируется ну да а это вот в эспа смотрите ребята это совесть по на которую заработал саша и который он заслужил это вот его в эспа ну и моя в том числе так что да это наш вариант в эспа ну тут конечно есть прикольные да классные расцветки очень конечно круто все что-то что-то следующий магазин в сп посмотрим открытая не здесь или нет кстати они поменяли немножко в тот раз она не стояла нет нет это прямо вера она уже это gts она чуть пошире это тоже прямо вера по уже только это идет спринт видишь у него квадратный это как мы время катались фонарь квадратный у этих у обоих круглый вот это вот стекло это если кто хочет может дополнительно устанавливать все это дело что как я смотрюсь ну да тут еще можно в принципе суда багажник установить на который можно облокачиваться на этой посидеть попробуем сейчас на этой сесть еще в общем это пока не стопроцентная информация потому что вообще завод vespa они сейчас все закрыты и они откроются с сентября месяца с первого сентября и тогда уже будет цены более скажем так актуальные цены по которым можно покупать но предварительно значит vespa gts та которая побольше она стоит пять с половиной тысяч то которая прямо вера она немножко поменьше на стоит четыре с половиной тысячи также у них здесь есть понятие скажем так скидки правильно скидки тоже зависят от каждого месяца каждый месяц они здесь делают разную скидку скидка может доходить до 500 евро на какую-то определенную модель vespa вот может быть 200 может быть 500 может даже и 700 зависимости от месяца возможно когда более холодные месяцы можно получить скидку возможно и до 700 евро также есть такое понятие как в италии финансиамента то есть это кредит можно даже взять беспроцентный кредит но тоже это будет все по факту известно сентября беспроцентный кредит то есть это так называемый даже не кредит это будет просто рассрочка на 24 месяца а сегодня она в первом магазине где кафе нам распечатали скажем так как это называется превентива да на итальянском это называется превентива а в общем приблизительно стоимость оплат значит это рассрочки на 24 месяца но тем не менее это конечно не финальная цена но в общем мы решили что мы пока ничего покупать не будем мы хотели сегодня посмотреть во первых на что-то модели которые мы хотим ее нет да и и вообще нет gts мы заказываем можно туда сентября когда известно какие есть вообще в наличии модели вообще хотели gts 125 кубиков белого цвета есть наличие gts 300 кубиков но на нее нужны нужны права до нужны права определен от машины права не подходит от машины права только подходит максимум на сто двадцать пять кубов до виталия на сто двадцать пять и учиться но не отсекал как минимум надо как минимум просто лень это вот кстати какое-то офисное здание а здесь вот рядом видите такой исторический угол дома да это прикольно вообще милан конечно очень разнообразно здесь очень разнообразная застройка жилья вся эта архитектура она немного все разное может быть такой дом хай-тек и здесь рядом вот такое вот и прям для листва такая уже осень-осень особенности знаешь осень классная больших городах мне кажется осень знаешь она вот именно потому что много деревьев еще чего-то знаешь осень классная не знаю милане время в париже осень но знаешь в нью-йорке осень central park знаешь как снимает фильмы вот знаешь это наверное у меня такая ассоциация идет из кино который это смотрел вот еще ребят тоже арка 1 раз это тоже вот какая-то историческая арка это вход в парк конечно здесь идем поражаемся в общем гуляете не по центральным улицам как это делаем мы мы сегодня гуляем вот конкретно по таким улочкам обычным и тоже поражаемся очень красоте я очень новое колец уже девчонки довезли в массе на 10 такие вот кожаные классные курточки приятного такого цвета по 250 евро они здесь стоят сейчас хочу померять ботинки кое-какие осенние девушка пошла мне за ботинками что-то ее долго-долго нет в общем ребят смотрите здесь я померяла сразу два разные ботинка и это черные они за 130 эти по моему стоят стоят в общем у них разница 20 евро не 30 евро всего это замша а это кожа в общем такие двое ботинок не знаю сейчас попробую пройтись как они будут смотреться но третья модель это такая вот модель светло-бежевая молочная с черной подошвой с коричневыми шнурками смотрится красиво но конечно черный вариант был бы более универсален и плюс а где-то какие-то стыке я ногой чувствует конечно не очень хорошо но конечно вариант как на осень идеально потому что они не будут промокать у них плотно такая широкая подошва высокая стыке вроде бы все хорошо сделанные в общем конечно под дождь и очень хороший вариант когда я была в украине в общем в отпуске перекусить вот видишь ты расслед прикол вот тебе и италия саша когда меня не было он ездил супермаркет на своем велике и вот такой застежкой его застегивал это отодвинули пытались перекусывать а получается тогда охранник вышел и напугал или человек сидел какой-то на входе и видел идут какие-то мутки пошел охраннику сказал она вышла и спугнул ну слава богу что есть сознательные граждане вот так вот пошел охраннику увидел что крадут велосипед охранник вышел охранник получается спугнул ну все так бы велик все уже бы его здесь не было в италии вообще очень что не покупаешь на велосипед скутер я не знаю машину все надо сразу с цепью ну да надо не такой как мы время ездили до надо цепь конкретно железную время мы железной да да железную цепь и все железную цепь и все и уже не перекусят все ребята мы на месте в общем это вход во утлет видите уже написано скидки пятьдесят процентов давайте сейчас выйду чуть-чуть снаружи покажу вам здесь значит огромное огромное здание его здесь не видно потом как бы он выезжать видите написано 5 лет это значит помещение аутлета но это вот это вот здание это только аутлет вот а там есть это по еще все завод и там идет в общем где-то туда в общем супер огромные площади это мы когда мы сюда заехали когда мы будем выезжать отсюда я вам покажу здесь просто необъятные площади здесь у них я так понимаю фабрика все дела вот они здесь обувь есть разная классная обувь всех and made все made in italy производятся они чуть ли не с 1945 года и кстати у них есть кожаные куртки в общем давайте зайдем посмотрим вот здесь цена первоначально это цена которая со скидкой эти допустим 143 супер конечно мягкая кожа ну да цены у них конечно такие не бюджетные однозначно обувь дорогая да это дорогая обувь это марта морески вот но как бы со скидкой еще можно пред называется так знаете шрифт похож на порше в общем морески вот здесь у них есть отдельно отдел женского боем не кстати нравится вот этот вариант гляньте пыльная роза вообще бомба вот этот вот такой вот тоже классный цвет морской волны допустим такие вот стоят гляньте какие классные мягенькие такие стоят 100 евро сто процентов made in italy такие все по 100 евро здесь выставлены и кстати здесь пары есть которые с другой стороны они здесь тоже по 100 евро вот гляньте какие стильные голубые бежевые классную для любителей шпилек посмотрите какие 15 сантиметров наверно шпилька такие лаковые значит стоили 545 значит я не пойму сейчас что ли 120 такие 77 процентов скидка 111 такие под змею вот допустим вариант классика стоили 390 сейчас 177 и лодочки а с этой стороны тоже есть классные офигенные эти мне вообще напоминают знаете какие они красивые эти все мне вообще напоминают лобутены знаете какой цвет вообще бомба мама не какая красота это на свадьбу идеальная на выход куда-то стоили 360 а сейчас 163 54 процента скидки девчонки гляньте вообще морески все кожа все хэндмейд в общем конечно супер вот допустим классика черные такие есть есть такие вот серые круто есть вот такие вот на каблуке но не на шпильке она более знаете это она в разные напоминают если сейчас помню кстати вот они стоили 495 а стоят 224 по скидке здесь такой каблук устойчивый мне здесь вот нескольких цветах то розовые красивые допустим такой рюкзачок стоил 495 стоит 224 а здесь есть такой вот еще темный темно-синий вариант в общем классный такой рюкзачок он идет из замши видите такая темно-синяя замша значит и по цене он сейчас стоит 266 классно очень такой приятный и здесь бога морозки но гляньте тут есть вариант вот свадебный супер много цветов конечно вообще выбор большой очень огромный цветом и по материалам и по надо бежевую я не очень макосины хочешь ты хочешь какие хочешь значит мне кажется они здесь даже больше мужской обуви тирк не кажется то они живут да на одно мужское мне кажется на они больше заточены именно на мужчин да такие вот еще сумки прикольная с цепочками красиво еще есть такие вот сумки модность с в этом сезоне с такой ручкой померяем все большие непонятные конечно размеры надо мерять пробовать ленте до красоты молочно-бежевый так и сколько у нас такая такая у нас 292 к нас 292 евро стоило 450 в общем ребята если вы хотите сделаю сразу рекламку если кто-то хочет обувь от бренда морески если кто-то из вас хочет обувь от бренда морески с этого атлета то пишите мне в телеграме или же ватсапе или же в инстаграме в общем связывайтесь со мной и за небольшую комиссию в общем я вам куплю здесь и перешлю обувь какой вы захотите вашего размера и какая здесь конечно же будет в наличии вот а здесь есть тоже женские дела в общем все по 99 вот этого все видите просто здесь последние размеры и мне понравилось вот это вот пары если не лишь они не смотрятся такими розовыми за света на камере вижу не передают они будут они более еще розовые в общем офигенные мягкие короче бомбически 40 размер правда кому на такая обувь за 100 евро супер бренда морески сороковой размер обращайтесь не может более розовая а вот так да я женские курточки женские они стать дешевле они столько не стоят ну вот допустим а какой размер 40 размер 285 евро по скидке кожанка но это как ну это кожанка это же как бы не зам правильно сколько она должна стоить ну она не должна стоить 100 евро на место нет ну до четырех стоит нормально все можно примерить пойдем ну тогда симпатичный дата классика она без всяких застежек без ничего классическая кожа в общем наверное витела я не теленка я не знаю кого потому что она здесь вот такая она супер тонкая и она мягкая ну в общем ее надо аккуратно носить ее можешь зацепить она может порваться ну в общем да такой вот outlet больше он конечно заточен на мужчин на парней но в принципе для девушек тоже есть разные варианты есть разная обувь классные конечно варианты это вот по 99 евро вообще супер но там конечно проблемка всегда с размерами там или сороковой или 35 так что если у вас у кого-то сороковой или 35 вы можете накупить себе обуви в общем от морески всего лишь по 99 евро сейчас давайте проедемся с вами здесь вообще есть фабрика это стабилимента в общем потому что в общем то вот этот outlet это всего лишь маленькое здание надеюсь вам видно ребята в общем вот это вот все здание это все морески посмотрите какое оно огромное какие маленькие машинки какое здание то есть там где мы были это всего лишь одна я не знаю десятая всех их владений это скорее всего здесь фабрика все дела здесь мы на полях вы думаете это пшеница нет это не пшеница это подумайте что это похоже на пшеницу но мы зеленая слишком самом деле это должен быть рис да это рис а ну-ка антон еще но он еще не готов он еще не не доспел потому что там будет конкретно и всегда это и есть рисинки да внутри будут да но выглядит как пшеница да в общем ребята это таким образом растет рис но когда его только засаживает его полностью заливают водой он стоит воде потом уже перед тем как его собирать уже по моему вода не добавляет цветок понимаю воды особо нет и он уже вот так вот перед тем как его собирают без воды стоит так что у нас ломбардия два региона италия ломбардия и пимонте это два в общем крупных производителя риса это вот кукуруза здесь кукуруза мы раньше тоже не знали для чего эта кукуруза на общем после сардинии мы узнали что это кукуруза вся кормовая вот потому она уже здесь супер сухая ее не собирает в общем это все будет на корм животинке идти